Всем привет! С вами Мисс Апаш и я продолжаю прохождение Хорайзен Запретный Запад. В прошлом видео я помогла Альве найти Левиафану в побочном задании Запретное Наследие и выполнила дело Сувенир. В этом я собираюсь получить легендарную перчатку-дискомет Возвращения Легенды. А для этого мне нужно найти реликвии во всех девяти руинах. Пять орнаментов я уже нашла и в комментариях вы найдете ссылки на эти видео. В этом я найду последние четыре реликвии в руинах Длинный Берег, Безводья, Пустошь Бедлеца и Ночные Огни. И начну я с руин Длинный Берег. Итак, я делаю активным задание и ставлю меточку у входа в руины. Отлично. Пора осмотреться. Здесь какое-то устройство. Похоже, ему нужна энергия. Да, нам нужно найти энергоячейку. Она находится выше. Но сначала я стяну кундучок, а то забуду про него. Нам нужно ее очень быстро донести до листа. Теперь мы можем пользоваться лифтом. Заберу все содержимое из сундучка и дальше. Рядом с лестницей есть проем. Нам нужно туда. Здесь есть ящик, который нам понадобится. Но его не так просто достать. Походу я, конечно, собираю все из сундучков. Эти прожектора с зацепом перемещаются. Нам нужно будет их переместить в место, с которого можно запрыгнуть к ящику. Для перемещения есть рычаг. Но так как прожектора тут же возвращается на место, нужно быть рядом с ящиком, нажимая на рычаг, чтобы успеть запрыгнуть к нему. В этом и будет основная сложность. Итак, ищем подходящее место, чтобы нажать на рычаг. Здесь есть огнеблеск, который мы взрываем, тем самым обеспечивая проход к рычагу. Ну, конечно же, тут нужно спрятаться. Итак, проход готов. Я практически рядом с ящиком. И отсюда есть доступ к рычагу. Тут нужно быстро нажать на рычаг с помощью крюкохвата и тут же запрыгнуть на прожектора, которые передвинулись в это место. А затем спрыгнуть назад. Прожектора тут же вернулись на прежнее место. Так что время тут ограничено. Ну а теперь двигаем ящик, чтобы его сбросить вниз. Нам нужно его дотащить до лифта. Из воды его можно вытащить только с помощью крюкохвата. Поэтому подтягиваем и продолжаем двигать к лифту. Теперь нам нужно поднять ящик на лифте. Думаю, это лифт. Забегу вперед. Он работает. Чтобы добраться до реликвии, нам нужно будет два ящика. И второй такой ящик тут тоже есть. Этот ящик нужно вытащить. Второй нам тоже придется поднимать на лифте, поэтому я спускаюсь. Реликвия находится в башне с лифтом. Но один ящик понадобится в лифте, а один ящик понадобится на лифте. Я снова запрыгиваю наверх. Это уже для того, чтобы сбросить вниз второй ящик. Но сначала к нему нужно добраться. А добраться можно только с башни. Я забираюсь на нее с правой стороны. Но это только потому, что с этой же стороны есть сундучок с ресурсами. Второй ящик находится в той же зоне, где мы доставали первый, только с другой стороны. Но добраться туда можно только сверху. Ящик может пригодиться. Вот и ящик. И нам нужно также его сбросить вниз. Но для этого нужно сделать проход в стене. И вот проход готов. Мы сбросим его в зону, где находится лифт. К сожалению, по этому этажу его не удастся подвинуть. А теперь первый ящик сбрасываем на лифт. В общем-то, практически все готово. Единственное, нужно открыть люк. Но чтобы забраться в этот люк, как раз понадобится второй ящик. Ну а теперь поднимаемся на лифте. Запрыгиваем на крышу лифта. И с ящика, который стоит на крыше, уже забираемся выше. И на этом все. Здесь можно сделать проход и, соответственно, выйти через него. Но это еще понадобится и для того, чтобы забрать кусок зеленца, который остался в руинах. Он находится по левую сторону от башни. Спрыгиваем туда. И в руинах все собрано. Можно возвращаться к костру и перемещаться к следующим руинам. А следующие руины, которые я покажу, руины с реликвиями безводия. Я нахожусь у костра рядом. Тут, кстати, будьте осторожнее. Сзади ходят лиходеи. Руины предтеч, прямо в скале. Наверное, это о них я слышала от Танакт. Возможно, стоит осмотреться внутри. Какой-то туннель. Нужно осмотреться. Сначала я заберу обломок зеленца. К нему можно подняться здесь. Кстати, эти руины достаточно простые, но также бедные на ресурсы. Ну а теперь к металлическому цветку. Там стоит ящик, который нам пригодится. Нам нужно подняться выше, чтобы открыть. Впереди металлическую дверь. А это зачем? Удивительно, что эта штука все еще работает. Нужно быстрее на ту сторону. Дверь открыта, но она опускается. Сначала я заберу все из сундучков и только после этого разблокирую вагон. Он нам очень пригодится. Ну вот, дверь закрылась. Теперь я в заперти. Надеюсь, тут есть выход. А вагон у нас находится за этой стеной. Древний вагон. Двигаем вагон практически до самой двери. Тут есть еще один ящик, но по сути дела он не пригодится. А теперь нам нужно опустить три балки. И теперь с вагона можно запрыгнуть на них. Нам нужно добраться до блока доступа. С другой стороны находится дверь, для которой как раз он и понадобится. Блок доступа. Он мне пригодится. Ну и теперь прыгаем на вагон и с вагона запрыгиваем на другую сторону, где находится дверь. Думаю, у меня есть чем открыть дверь. Отлично. Отсюда мы сможем вернуться назад за закрытую дверь. И снова ее открыть. Но для этого понадобится сделать проход еще в одной стене. Дверь снова открыта. но нужно подставить вагон, чтобы она больше не закрывалась. Нужно торопиться. Тут Илой отпускает вагон тогда, когда это нужно. Так что дальше можно не упорствовать. Дверь опустилась, и теперь можно запрыгнуть по ней. Делаем еще один проход в стене. И, по сути, на этом все. Осталось только спрыгнуть вниз и забрать орнамент. Ну что ж, можно возвращаться к костру и перемещаться к следующим руинам. А следующие руины пустошь беглеца. И я уже переместилась к костру рядом с этими руинами. Руины предтеч. Стоит заглянуть внутрь. Посмотреть, что в ней. Итак, начнем. Реликвии у нас снова в башне. Я так понимаю, что это церковь. Так. И что у нас здесь? Сначала стаскиваем ящик. И забираемся выше. Тут есть сундучок. Все заберем. И запрыгнем выше. Там реликвия. Но как до нее добраться? А еще там блок доступа. Здесь в нише есть сундучок, но его можно только вытащить к руках вата. А теперь сделаем проход в стене. И еще один проход. Это все нужно для того, чтобы перемещать ящик. Но тут нам снова понадобится два ящика. Как раз сейчас мы заберемся ко второму. Ну, тут есть также кусок зеленца. Так что я все заберу. Может пригодится. И второй собираюсь сбросить вниз. Я вообще думала, что тут крыша проломится. Но не тут-то было. Кстати, обратите внимание, ящик автоматически двигается и встает так, как нужно. Подставляем его сюда. Это нужно для того, чтобы поставить один ящик на другой. Но нам нужен еще один проход. проход. Проход готов. И теперь можно поставить один ящик на другой. Они автоматически встают один на другой. Так что тут не должно возникнуть никаких проблем. А вот с перемещением ящиков будьте осторожны. нужно их перемещать прям по пути, где это возможно. Если вы застрянете, могут возникнуть сложности. Теперь задвигаем эти оба ящика в башню. Теперь мы можем подняться и забрать блок доступа. Дальше нам понадобится только один ящик. Но просто так мы их расцепить не можем. Поэтому я придвигаю их к этой стене. в ней можно сделать проем. Но сделать это можно только изнутри. А попасть в то помещение можно через эту дверь, от которой мы достали блок доступа. Готово. теперь можно сделать проем. Ну и сейчас становится возможным стянуть один ящик с другого. Вот так. нам этот ящик понадобится чтобы забраться еще выше. В колокольню. Где как раз находится орнамент. И на этом все. Еще реликвия. Согласно данным эта штука как-то связана с Лас-Вегасом. Возможно стоит туда вернуться. А вот теперь можно вернуться в Лас-Вегас. Мы собрали все восемь реликвий из руин. Остались последние, которые находятся именно там. Поэтому я переместилась в тайный сполох. Но чтобы активировать это задание нам нужно поговорить со Стэмуром. А он находится на третьем этаже. Поэтому я поднимаюсь выше. Кстати, обратите внимание, что после выполнения задания моря песков тут появляется поселение, в котором есть новые торговцы. Поэтому потом стоит посмотреть на их ассортимент. призов новых отчетей. Стэмур, тебе что-то нужно? Искателем приключений явилась новая мечта, и они вернулись в затопленный когда-то город. И богатства сыпались из каждой трещины в стене, подобно Элю, сочащемуся из пузатого бочонка. Короче, мы снова спустились в руины города. И в развалинах. Слагатель узрел мерцающий прибор. Чудо в целом море чудес. Увы, прибор был для него недостижим. Ты нашел какой-то прибор, но не достал? Он лежит за дверью. Она заперта на какой-то замок. Морлунд предложил ее взорвать, но Абадунт сказал, что слишком велик риск повредить прибор обломками. В кои-то веки опасения щитовода были небеспочвенны. Надежды слагателя разбились, но тут из-за барханов пришла подруга, что всегда умела совершать невозможное. Уговорю ли я тебя снова спуститься в глубины песков? Я попробую помочь. Где это место? Когда спустишься, иди направо от статуи гиганта. Руины рядом с железной башней. И наша героиня отправилась в путь, а надежды слагателя полетели во след. Итак, мы теперь знаем, где находятся руины. Но для этого нам нужно вернуться вниз. При этом можно использовать лифт, а можно просто спрыгнуть, что я и сделаю. Хотя может быть это не совсем оптимальный вариант, потому что подняться потом займет больше времени. А лифт у нас кстати находится на втором этаже по правую руку. Нам нужно найти Эфелеву башню. Именно рядом с ней находятся нужные нам руины. Здесь нам направо. Вот Эфелева башня, а руины прямо за ней. Но будьте осторожны, тут есть нарокоп. Руины рядом с железной башней. Прибор стеамора должен быть внутри. Нарокоп какой-то прозрачный. Попробуем к нему подкрасться. Я успела. И вот решила на всякий случай его отсканировать. И да, у меня такой машины нет. И только после этого забирая ресурсы. Так, а вот и гигантская статуя, о которой говорил Стэмур. Руины где-то поближе. Кажется, я на месте. И где же тот прибор? Вроде как реликвия совсем рядом, но до нее пока не добраться. Нам нужно открыть дверь, а для двери соответственно нужен код. Итак, нам нужно узнать код. Здесь можно стащить сундучок, что я сразу и делаю. И поднимаюсь выше. что у нас тут? А тут сундучок и есть запись, информация о побочных заданиях. Сбой. Здесь как раз говорится о второй части кода для этой двери. Значит, этот прибор называется орнамент. Я находила такие и в других руинах. Похоже, этот орнамент последний из набора. Это кажется часть какого-то пароля. Может от той двери? Надо поискать еще. Может найду остальные части? Получается, что нам нужно найти первую часть этого кода, который состоит из шести цифр. Я сразу показываю короткий путь, как решить проблему. нам нужно достать ящики, но достать ящик можно только после того, как верх не будет сдвинут. Я уже, как вы видели, сдвинула этот ящик и теперь поднимаю наверх, который стоял внизу. теперь нам нужно достать второй ящик. Надо осмотреть эту комнату. Здесь может быть проход в другую часть руин. А второй ящик можно подтянуть к проему с этой стороны. готово. И подставляем его к первому. теперь можно поставить один ящик на другой. Но сначала освободим проход. последний ящик нам бы мешал при продвижении. Поэтому лучше это сделать сейчас, а не возвращаться потом. А теперь можно подставить два ящика к отверстию. Теперь я дотянусь до отверстия. Готово. Здесь спускаемся вниз. И как раз то место, где нам мешал последний ящик. Но мы его уже предварительно убрали. Здесь же нам нужно открыть люк. есть. Посмотрим, куда я попаду. А тут есть сундучок. Но двигаемся дальше. дальше. снова снаружи. Что тут еще есть? Впереди нас стена, где можно сделать проем. Так, что делаем? и снова руины. И вот тут у нас находится вторая запись с первой частью кода для двери. Эта информация о побочных заданиях требуется код ответа. Но как и тут еще одна часть пароля. теперь я смогу открыть ту дверь. Ну что ж, возвращаемся назад. И я тут решила немножко сократить путь и забежать снаружи. Поэтому спрыгиваю и забегаю там, где уже заходила. По сути, дело сделано. вводим код 7 3 9 1 3 5 Все, кстати, цифры нечетные. есть. Можно вернуться к Стэмору. Может, поймем, как работает эта штука. Но прежде чем возвращаться к Стэмору, я предлагаю найти обзорную точку, которая тут также есть. Сначала нужно найти столб. Поэтому я забралась повыше, чтобы осмотреться. Он где-то должен быть в этом районе. Я его нашла. Но чтобы активировать, нужно подойти поближе. образ из мира Притечь. Похоже на часть города под куполом. По изображению понятно, что сама обзорная точка находится где-то с этой стороны. Я предлагаю забежать на мост. давайте попробуем. Но кстати, точка срабатывает не на самом выступе, а где-то здесь у балки. Дело сделано. Так что по ходу мы открыли еще одну обзорную точку. И у меня осталось всего три. Это обзорная точка Дюнная Теснина. Вот теперь можно возвращаться к Стэмору. Но я тут пропущу обратную дорогу, так как тут ничего особенного, подняться можно разными путями. И вот я уже наверху. Поговорим со Стэмором. древности. Нора вернулась, но вернулась с триумфом или с неудачей. Прибор меня, и я нашла не один такой. Вот. Старый слагатель с огнем в глазах и благодарностью в сердце держал в руках покоривший его артефакт. Вообще-то он называется орнамент. Часть набора. Я нашла все части. Но главная тайна осталась. Зачем орнаменты вообще создавали? Кажется, для какого-то праздника ночных огней. Думаю, так Притечи отмечали особые события. Вроде пира? Вроде. Праздник отмечал начало сезона? Как и каждый пир в жиле. Есть пир первой бочки, пир растущих дрожжей, пир всех хмельных. И все про Эль, да? Хотя чему я удивляюсь. В общем, эти орнаменты могли как-то изменять огни над землей, но я не знаю как. Узнаю эту отметку. Видел такую на устройстве, что мы откопали. Вот. Может удастся включить огни? Ну, давай выясним, с какого орнамента мне начать. Я предлагаю посмотреть все орнаменты. Хочу этот. И наш слагатель приготовился зажечь новые огни над руинами. А, это был пир в честь молодой луны. Но не каждый же месяц они пировали. Итак, клянусь кузней, это было бы слишком. Кстати, пока не забыл, загляни в тот сундук, может найдешь что? Наша героиня прошла испытания запада, нашла давно утерянные огни и была осыпана наградами и почестями. Не уверена, что все это про меня, но спасибо. Элой, твоя компания всегда радует старого слагателя. Думаю, этот подойдет. Надеюсь, Абадунт будет доволен. В круговороте золотой листвы старый слагатель ощутил спокойствие и чистоту разума и обрел равновесие. сердце старого слагателя согрел визит друга. Давай вот этот. Сейчас устроим. Какой-то веселый зимний праздник. Это так же ясно, как небо в мороз. Но что это за тварь такая? Очень похожа на грибнер лога. Нора вернулась туда, где ее ждал рассказчик и хранитель орнаментов. А если этот? Хорошо. А ты разве не уехал? Клянусь кузней, не пойму, зачем предтечем был праздник в честь листьев. Ну, на удачу, наверное. Давай этот. по слову героини, они осветили небо. Я думала, не увидели. Вокруг парят сердца. Готов поспорить, что это празднество посвящалось любви. Хочу этот. и наш слагатель приготовился зажечь новые огни над руинами. И что все-таки общего между кроликами, яйцами и цветами? Может, знаки весны? Сердце старого слагателя согрел визит друга. Что, захотелось праздника? Выбирай. давай этот. По слову героини, они осветили небо. Дождь из искр и змеев. Не знаю, к чему это все, но празднество было шумное. Да, ты! Я знаю, что ты меня видишь! А если этот? Хорошо. Это нелепо, как костер в луже. Что за праздник в честь летучих мышей? И что же они подавали во время пиршества? Итак, мы посмотрели все восемь орнаментов и я решила оставить Хэллоуин. Ну, а теперь самое главное нужно забрать легендарную перчатку Возвращения легенды. Давайте посмотрим, что это за легендарная перчатка дискомет и я попробую ее улучшить. Я уже предварительно собрала необходимые ресурсы. Должно всего хватить. У этой перчатки есть кислотные электрические диски, а также диски для отбивания брони. Помимо этого она скорострельная. На последнем уровне шанс критического попадания составляет 15%. Но у нее нет бронебойных дисков и улучшенных дисков. А такие диски как раз есть у громовой перчатки дискомета. Эту перчатку я нашла в причале наследия в сундучке. Как вы видите, мне удалось улучшить до последнего уровня. А теперь я улучшаю громовую перчатку дискомет. У нее помимо бронебойных дисков и улучшенных также есть электрические. Правда у этих дисков урон чуть-чуть поменьше чем у легендарной перчатки. Но мне пригодятся бронебойные и улучшенные. У улучшенных самый высокий урон. Итак, эту перчатку я также улучшила максимально. И у меня еще остался элитный емкостный канатомет, который можно улучшить. Я набрала ресурсов сразу и на него. И поэтому сейчас его улучшаю. Вообще из канатометов самыми лучшими являются элитный емкостный канатомет и элитный канатомет. Элитный канатомет можно приобрести, что я и сделаю несколько попозже. А емкостный канатомет я получила за выполнение дела сувенир. Также я могу улучшить броню. Улучшаю я ее до третьего уровня, для того, чтобы стало доступным встроенная спираль. И ее можно было поставить уже на броню, какую хочешь. Я улучшаю броню заступнику Тару, которую получила за выполнение основного задания запретное наследие. И броню защиту Тару, которую я покупала. Также улучшаю до третьего уровня. При этом для меня становится доступной спираль отвага при ранении в первом случае. И во втором лечение бесшумной атакой. Также у меня есть очки навыков, которые я могу использовать. И я решила улучшить приливы отваги до третьего уровня мастер стрельбы и усиленные выстрелы. Сейчас конечно с очками для навыков сложнее. Они даются только за задание. И на этом по большому счету все. Кстати, хотела обратить внимание, что Абадунт находится сразу в двух местах. Я бы конечно сейчас поторговала, но в этой позиции Тарголя невозможно. Нужно сначала поговорить с ним вот в этом месте. Но это я сделаю уже в следующем видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением!